В Твери продолжаются рейды, направленные на выявление нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Каждый день сотрудники Роспотребнадзора, полиции и других надзорных органов осуществляют проверки крупных торговых центров, точек общественного питания и, конечно, автобусов транспорта Верхневолжья. В очередном профилактическом мероприятии вновь принимала участие наша съемочная группа. У нас осуществляется контроль в транспорте Верхневолжья. Согласно постановлению губернатора 16 ПГВ, должны находиться в общественном транспорте в маске. Почему вы без маски? Я вот этого постановления не слышал. Оно опубликовано на официальном сайте администрации Тверской области. Я не считаю сайты. Такое упрямство сегодня может ударить по кошельку. Нахождение в автобусе транспорта Верхневолжья без маски наказывается штрафом. При этом, как поясняют компании «Транспорт Верхневолжья», в качестве доказательной базы будут использованы записи с камер видеонаблюдения. Они установлены в каждом транспортном средстве. Если пассажир находится в общественном транспорте без маски, ему выписывают штраф в размере 1000 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа увеличивается и составляет от 15 тысяч рублей. При этом отметим, что большинство пассажиров транспорта Верхневолжья к требованиям носить маску относятся спокойно, без средств индивидуальной защиты единицы. Сколько, на ваш взгляд, сейчас важно носить маску в общественном транспорте? Вы знаете, я даже занимаюсь сейчас скандинавской ходьбой, я эту маску одеваю. Я привыкла уже к ней. В транспорте всегда в маске? В автобусе всегда? В транспорте всегда, в магазине всегда. Конечно, в магазине и в транспорте обязательно маску надо надевать. Всем желаю здоровья. В акции делаю, потому что надо наблюдать. Напомним, обязательный масочный режим на территории Тверской области действует с 12 октября 2020 года. Жители и все находящиеся на территории региона обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в общественном транспорте, на территориях железнодорожных и автовокзалов, в административно-деловых и торговых центрах, а также объектах розничной торговли, организациях культуры, медицинских учреждениях.